Книжки от Катюшки А вернее совсем не обычный выпуск Специальный выпуск, посвященный Петербургскому книжному салону, автопробегу и библиобусу, библиотеке на колесах Которая удивляет не только читателей, но и горожан, проезжая по улицам северной столицы И сегодня в нашем специальном выпуске Книги это не только интересно, но и шумно, весело и модно Репортаж о том, как в гости в курортный район заехал целый поезд из автомобилей, участвующих в книжном автопробеге Он такой один, как библиобус курортного района удивил гостей автопробега и посетителей книжного салона Катин день? Бывает и такое В гостях у библиобуса побывала известная писательница Екатерина Матюшкина Итак, приступаем Книжки от Катюшки В Петербурге прошел 18-й международный книжный салон Он порадовал не только большим количеством участников и гостей, но и сразу несколькими новшествами Например, книжным автопробегом, который в рамках фестиваля прошел под эгидой Всероссийского фестиваля «Книжный вояк Петербурга» А еще одной изюминкой дворцовой площади стал красивый, модный и функциональный библиобус Гордость курортного района и любимчик местных книгачеев Библиобус родился в нашем курортном районе Вернее, родился он, как и положено, на автозаводе и был полностью переоборудован под такую мобильную библиотеку Но сама идея принадлежала библиотекарям нашего района И директор библиотечной системы Людмила Михайловна Минаева нашла поддержку проекта у представителей администрации курортного района Вместе они сделали большое дело Родился уникальный и красивый проект, равных которому сегодня в России нет Во время книжного салона на Дворцовой площади Людмила Михайловна вместе с заведующей библиобусом Дианой Викторовной Дончаковой и коллегами Провели колоссальную работу, пообщались с сотнями посетителей книжного салона Устали ли они от общения? Конечно нет, ведь когда речь заходит об этой библиотеке на колесах Сотрудники централизованной библиотечной системы курортного района Готовы рассказать о нем и в тысячный, и в миллионный раз Потому что они любят и гордятся своим детищем, которому всего годик от рождения Но он уже показал себя с лучших сторон Здесь у нас несколько локаций Там рабочая зона, где сидит библиотека Там установлен ноутбук с читательской базой Здесь все сервисы, те, которые инстационарные в библиотеке То есть читательская база, это электронная Есть вторая, это уже локация, где читатель сам может выбирать книги И записан в себе при наличии электронного билета Станция сама послуживания Поскольку здесь фонд не весь, здесь всего тысячи экземпляров Иногда читатель не находит той литературы, которую бы ему хотелось Он оставляет заявку Заявка может быть письменной Заявка может быть послана через сайт Или через мобильное приложение Мобильное приложение у нас тоже разработано И всегда можно посмотреть, где сейчас автобус Я сегодня наблюдала, где он у меня стоял Стоял на точке, работал рай в шалаше Потом двинулся сюда Можно и заказать литературу тоже по мобильному приложению Там и расписание На сегодняшний день у нас 14 стоянок по курортному району Поскольку это проект курортного района Мы обслуживаем только курортный район У нас 11 муниципальных образований И в 7 из них нет вообще учреждений мультуры Поэтому, наверное, это выход Приобретение вот такого комплекса Потому что в каждом поселке построить библиотеку, наверное, невозможно У нас есть такие поселки, где население, может быть, 200 человек Но это же тоже люди И нельзя, нельзя вот обижать их Тоже надо сделать все, чтобы они как-то были доступны к любой информации Вот мы это делаем Мы работаем уже год И надо сказать, что только положительные отзывы Отрицательных вообще нет Всех удивляет вообще этот комплекс Мы продумывали дизайн внутренний Он такой теплый, симпатичный Нет здесь никаких лишних замков, крючочков Все скрыто Все какой-то теплый, он такой домашний Но мы старались Это было как-то очень комфортно для посетителей Здесь есть интернет Здесь есть Wi-Fi Здесь есть ноутбуки На одном из ноутбуков установлен виртуальный филиал Русского музея База Мы проводим, когда выезжаем У нас работает два человека Один работает с читательской базой Другой работает с населением В основном, когда приходят, особенно дети Это и мастер-классы Это различные игры У нас тогда хорошая погода Вот сегодня солнце, но правда еще не очень так тепло А когда будет жарко У нас есть маркиза, которая выдвигается И ты сидишь как-то, знаете, в беседке Не боишься, что ты обгоришь Или тебя там продует Мы выносим столики и занимаемся на улице Кондиционер есть, работает Зимой, когда закрыты двери, он отапливается Здесь тепло Работу на книжном салоне Кипела Посетители с любопытством разглядывали современный и очень стильный библиобус Их эмоции были искренни Как реагировали посетители на такой формат библиотеки? Честно говоря, мы очень рады были участвовать в книжном салоне Так как мы очень молоды, нам всего будет годик скоро Было очень необычно, потому что после ковида Ну, таких массовых мероприятий не было Нас посетили более тысячи человек А также мы стали участниками автопробега Библиобус, который в этом году впервые побывал на Дворцовой площади В качестве не только эспаната Но и будущий одним из самых современных, красивых, функциональных достижений города В библиотечной сфере Является и социальным проектом Он приводит с собой не только книги, но и радость общения Мы ездим и в дома, где поживые находятся По лагерям ездим Вот в прошлом лето мы ездили в лагерь дружных Где отдыхали дети из Мариуполя Это была такая трогательная встреча Я везла программу такую веселую Думаю, ну как-то их развеять немножко Диджея взяли Там диджей работает, музыка гремит А они вот как вошли в этот автобус И выходить не хотят Я говорю, ребята, идите, там же игры Нет, все сидят с книгами Не оторваться И он говорит, а у нас этого нет Это было как-то вот немножко и трогательно И печально, вот глядя на них Как-то вот хотелось помочь Мы тоже подарили книги им И мальчик один подходит Говорит, а можно я еще возьму другу У него ведь нет Да, конечно, берите Поэтому книга, наверное, действительно сейчас То, что необходимо этим детям Вот так-то помочь Отвлечься от всех вот этих вот бед Кстати, «Люблёбус» стал участником Уникального мероприятия О котором мы упомянули в самом начале Книжного автопробега Это было действительно грандиозное мероприятие Придумал такой необычный автопробег Денис Котов Общественный деятель, автор и создатель фестиваля Книжный маяк Петербурга Основатель петербургской книжной сети «Буквоед» К нему присоединились писатели, филологи, сотрудники и представители библиотек Художники, артисты Книжный автопробег стартовал с Дворцовой площади В 10 утра 20 мая За день кортедж из десятков машин На бортах которых были наклеены изображения Обложек любимых книг владельцев авто Объехал большую часть Ленинградской области Привозя с собой смех, радость и подарки 20 мая 2023 года Книжный автопробег стартовал с Дворцовой площади Около книжного салона При поддержке книжного салона Который 18 раз проходит в городе Санкт-Петербург Мы поехали в деревню Вардимяги Ленинградской области Где подарили книги, встретились с библиотеками, с читателями Где Валерий Георгиевич Попков оставил свои автографы и добрые пожелания Дальше весь книжный пробег поехал в город Выборг Где в библиотеке Алвара Алта Катя Матюшкина встретилась с детьми и родителями А остальные участники провели круглый стол в город-библиотеке Библиотека в городе В межпоселенческой библиотеке Которой правительство Выборга Выделило огромный дворец книги Прямо на центральной площади И на завершающем этапе нашего маршрута Мы приехали в Сестрорец Вот и в Сестрорец Денис Котов и его дружная команда Приехали они с пустыми руками Мы привезли с собой книги Это не просто книги Это книги с автографами современных писателей Здесь и автограф Олега Роя Который позавчера оставил И Антона Чижа И Андрея Курпатова И Андрея Сатурова И Валерия Попова И Катя Матюшкина Она еще сегодня подпишет И Валерия Кефта Это наш клоун Лецидеев прекрасный Значит, вот у всех, у кого успели Взяли автографы для того, чтобы В фондах Сестрорецкой библиотеки Курортного района Были уникальные экземпляры Которые составят исторический фонд Этой библиотеки Кроме того, участники книжного автопробега Дарят образа автомобилей Украшенных книгами Нам кажется, что Это новая волна продвижения книг Будет, когда каждый автомобилист Образ своих любимых книг В виде магнитиков Наклеит на капот и на двери И таким образом мы будем Обмениваться друг с другом С друг с другом Рекомендуемой литературой Как встречают дорогих гостей Конечно, самым лучшим, что есть И коттедж из машин Встречали талантливые артисты Из театральной лаборатории Выше Радуги Под руководством Замечательной и талантливой актрисы Режиссера, хореографа Ольги Валентиновой Колюбакиной Дмитрий Пономаренко Руководитель книжного автопробега Вместе с Денисом Котовым Придумали новое направление в туризме Книжный автотуризм И уже в августе планируют Грандиорнейшее событие Огромный книжный автопробег Через всю Россию Я предлагаю, во-первых, всем присоединиться Попробовать, что такое автопробег Что такое автотуризм И в нашем автопробеге мы будем Рассказывать о новых маршрутах По всей стране Так что присоединяйтесь, будет весело Книжный автотуризм Это новое слово В туристической сфере А еще мы хотим сказать, что Когда мы придумали идею с наклейками книг на автомобиле Мы поняли, что нужно обязательно провести Книжный автокарнавал И, соответственно, этот автокарнавал 3 августа произойдет в Петербурге Поэтому готовьтесь Выбирайте книги, которыми вы оформите свои машины Я надеюсь, что Новый обувь также примет участие У нас в нашем автокарнавале Придумаем, да, как его дополнительно Оформить Он так сам прекрасен Но мне кажется, что Когда в нашей городской среде Вот обычные люди И дети, и взрослые Увидят много книг на улицах Они вспомнят о том, что Их надо идти искать в библиотеки В книжные магазины В другие книжные места Например, книжный салон на Дворцовой Или на фестивале «Книжный маяк Петербурга» Поэтому спасибо всем жителям Сестрорецкой курортного района Людмила Михайловна, спасибо вам В финале официальной части Денис Котов подарил библиобусу А значит и всем читателям курортного района Две огромные стопки книг Многие из которых были с автографами Маленькую автограф-сессию Обещали и от одной из самых любимых Моих писателей Екатерины Матюшкиной Но мне удалось немного пообщаться с Екатериной еще раньше Перехватив ее между экскурсией и другими интервью И задать ей несколько вопросов Добрый день Ну, во-первых, я хотела бы вас поблагодарить За то, что вы написали такие замечательные книги Которые я до сих пор читаю Вот Ну, вообще, как вы начали заниматься писательством? Слушай, Катюш, привет Я очень благодарна тебе за то, что ты такой классный и потрясающий читатель Потому что когда есть такие читатели, тогда писатель становится по-настоящему писателем счастливым Как я начала писать книги, я всегда очень стеснялась Мне казалось, что если я напишу книгу, то все прочтут и поймут, что я, может быть, сделаю что-то не то И поэтому я всегда уговаривала своих друзей Говорила Слушай, подружка, напиши, пожалуйста, книжку А я ее иллюстрирую И поэтому все мои подружки написали по книге И представляешь, один раз одна из моих подруг, Катя Аковитая, сказала А давай вместе напишем И я такая, нет, я не справлюсь, у меня не получится Ну, она меня уговорила, и мы написали первую книгу «Лап и вверх» Знаешь, что такое? Да Сейчас мы снимаем по поводу «Лап и вверх» целый мультсериал Правда? Да, и он, надеюсь, скоро выйдет Вот так я стала писателем А когда я стала писателем, я поняла, что страшен первый шаг А потом ты становишься профессионалом, становишься на рельце И уже пишешь, и ничего, тебе не страшно Можете, пожалуйста, рассказать немного о сегодняшнем мероприятии? Ой, это потрясающее мероприятие, которое организовал Денис Котов И он сделал книжный маяк и автопробег Мы сегодня в 12 часов, в 10 часов утра выехали из Питера Попали в деревню Вартемяги После чего к нам подсоединились настоящие байкеры Они жужжали, гудели, звенели, ехали впереди нас Мы на машинах за ними И это было потрясающе А мы, как английские королевы, махали из окна И делали вид, что мы очень важные люди Прохожие на нас смотрели удивленно Присматривали, что написано на машинах Но это было потрясающе И самое главное, что сейчас мы познакомили с творчеством многих писателей Библиотеки Выборга Вартемяк И, я надеюсь, сейчас Сестра Рецка А вот как вы вообще относитесь к курортному району? Я его обожаю Я же сама из Петербурга Жила в детстве на просвещении в Выборгском районе А сюда мы ездили отдыхать к друзьям Например, если у вас есть там город Дом Муравейник Ну, знаете его, Дом Муравейник Там живет великолепный художник Соня Каталова Которая печатается как Соня Ка Вы можете, кстати, ее там найти И Сонечка в ВКонтакте, она как Соня Ка Оформила огромное количество книг И в том числе мою книгу Аквантар Вот она Какая у вас самая любимая книга? Моя самая любимая книга Та, которая, если из моих, которую я сейчас пишу Потому что, когда ты занимаешься книгой Ты полностью погружаешься в проект И сейчас мы вместе со Светланой Кривошлыковой Это председатель Союза детских и юношеских писателей Пишем книгу, которая будет называться Тайна коммуналки номер 13 И там будет история, что в этой коммуналке Она в Петербурге находится Происходят мистические всякие события Есть тайные комнаты А также в Зазеркале пропала когда-то одна девочка Ее будут спасать А вот вообще для вас что такое библиобус? Библиобус это потрясающая возможность Окунуться в сказку, в мир литературы В мир, в котором можно помечтать, потворить И, конечно же, встретиться со своими друзьями А также с писателями на страницах их книг Сразу после интервью мы, две Екатерины, отправились в библиобус Писательница обещала подписать мне книгу И ее авторство Которое зачитано мною до дыр И мне не стыдно, что обложка книги Не блещет с первозданным глянцем Видно, что книга прочитана много раз Это большой комплимент писателю Екатерина Матюшкина не переставала удивляться библиобусу То выдвигающимся столиками То креслом, которые будто в сказке про лесу в царе чудес Появляются будто из воздуха А еще оказалось, что книги Екатерины Матюшкиной чаще читают тоже Екатерины Иначе как объяснить, что в очереди за автографами к Екатерине выстроились тоже Катюши Так, а вот она, мышь, смотри, вот она, мышь, это же Зыза Это Зыза, коварный, тебя как зовут? Екатерина Меня тоже Екатерина зовут, представляешь? Это настоящий, раз, два, четыре, четыре, все Ну и наконец, пришло время брать автограф мне Это особое чувство, когда твою любимую книгу детства подписывает ее автор Катя, 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 нам Катят И у меня соавтор тут тоже Катя Ну вот видите, как здорово Так, смотри, раз Так, Катя, как тебя зовут? Кому подписывает? К тебе? Катя, да Так, смотри, как я тебе красиво нарисую Ну вот, ничего не получилось Так, подожди Так, 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 подожди Так, 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 подожди Здрасте Давай, давай, давай Дружба состоялась Смотрите, может, чего-то добавить надо Да, я бы очень хотела вас пригласить, стать гостем нашей рекламы А я бы тебя очень хотела попросить прийти к нам в союз детских писателей У нас есть детское отделение Когда вы будете что-нибудь снимать, вы можете к нам присылать Мы у себя разместим тоже Вот, и с нами дружить Потому что в нашем детском, ну, у нас есть союз детских писателей И в нем детское отделение, где дети будут и писать И вот, а ты будешь снимать так, ну, очень просто Спасибо Спасибо Если в мультике просто квашены Там и тут показывали маму мальчика То в библиобусе на книжном салоне на экране Показывали нашу передачу книжки от Катюшки Большое спасибо за это Всем сотрудникам централизованной библиотечной системы курортного района Мне было очень приятно Визит пассажиров книжного автопоезда делался всего час Но как много мы успели за это время И сколько тепла, улыбок и радости подарила всем эта встреча На прощание мы вместе спили гимн книжного автопобега Который родился буквально в дороге И это было здорово Кто эти книжки пишет Мы на одной волне Мы их читаем везде Думай в поезде Кто и все пишет Запада на Восток Питер, Владивосток По поладу дорог Поезд читающий Едет по ступ колес Присоединяйтесь в августе к большому книжному автопробегу К книжному карнавалу И книжным маякам в России Ура! Этим летом мы обязательно посвятим один из выпусков нашей передачи библиобусу Расскажем о нем подробно А пока я прощаюсь с вами до следующего выпуска И хочу сказать тем, кто считает, что библиотеки, книги, чтения это скучно Я призываю вас проснуться и оглянуться Мы живем в 21 веке Веки, где самое ценное это информация и знания А библиотеки, книги, писатели и читатели это отдельное, очень яркое, большое, шумное и веселое сообщество Читайте книги и находите новых друзей А я, Катя Завгородняя, прощаюсь с вами до следующей передачи Открывайте книги, а вместе с ними новые миры Книжки от Катюшки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова